Привет, дорогой друг! Ты попал на канал Березки, меня зовут Алина. Не знаю, залетел ты ко мне в первый раз или смотришь мои видео постоянно, но я буду очень признательна, если ты подпишешься на канал. Но чтобы быть в курсе всех предстоящих трансляций, переходи в наш Телеграм-канал. А если ты хочешь вместе с нами смотреть сериалы, фильмы и многое другое, переходи в наш Дискорд. И самое главное, если у тебя есть что-то интересное, что можно послушать или посмотреть, переходи по ссылочкам в описании. Да, и чуть не забыла, после просмотра этого ролика не забудь оставить комментарий. Приятного просмотра! Поехали с Распутина! Распутина! Субтитры German шейкер таким названием я танец с детям буду но не шейкер да там шейкер шейкер офигеть шейкер спасибо огромный ты новый альбом велел ску мы когда-то слушали в альбом очки помню да спасибо спасибо огромное так поехали продолжим пока рост путина и что пусть и погромы несущих волны и смуты манит гул разъярных кун цветок синего петрограда насливает голодный пунт заветай цены престола красный борт ступью февраля старик всем дневою скован толпы вторя долой царят смех легуют в ряд тибетские полки настигла бесса ряд манера пуля княжи и чески черная месса как он замелась над царской учитой тобольский старец кто сегодня сгинул мученик святой и самозвонец и тело вытащат обрек и кровь падет на белый снег и что пусть и погромы рек несущих волны и смуты зреет семя плоды поршаты манит гул разъярных кун цветок синего петрограда насливает голодный пунт заветай цены престола красный борт ступью февраля старец с темной невою скован толпы вдоль одололь царя он все твердил романовым о том что вскоре им покажет тот чей дом так и свершилось за тот дом узрел когда с тобольской ехал на расстрел зреет семя плоды поршаты манит гул разъярных кунт цветок синего петрограда насливает голодный пунт заветай цены престола красный борт ступью февраля старец с темной невою скован толпы вдоль одололь царя кирпидат из-за этого и в в в в спасибо илюха что-то я потому что я вот бы только недавно я же говорю я сейчас типа при сможете изучаю отчасти историю сминаем live слушая его все подкасты про историю всякую часть россии и у него отдельный выпуск был про распутина я слышал но я слушала после распутина слушала как раз у проникла второго ну во время правления николай второго когда там февральская революция текст мы вам сказывала но я просто даты не не забывала но хотя бы более-менее аналогии такую и кстати касательно да он рассказывал я прям то что же это момент запомнила здесь уже более для меня отчетливо и понятно если слышится в последнем куплете по моему момент что он же господи пензе или нет пензе нет пипер пермский крана верно ну в общем в общем откуда родом был распутин у него царская семья спрашивала всегда там же приписывали во первых как бы жене никола второго роман с распутиным на почве чего тоже там начинались всякие эти домыслы из стычки в том числе которые мысли которые слухи к насчет которых насчет этой темы тоже в том числе давали дополнительный виток волнений в обществе вот и всегда спрашивают типа откуда вот выходит и нам когда-то показал там место где там родился и просто вырасть вот и он на что сказал как бы предрек что вы увидите да перед или перед смертью или последний момент что как-то так он выразился по вы увидите типа мое место где родился и вот когда собственно везли уже царскую чету на расстрел куда-то не прям конкретно растянуть в то место в телом это все случилось они проезжали проезжали как раз место губернии или что-то таком что такое просто мини вот они увидели то есть на не просто еще не дома не знали что это можно сказать последние дни их уже жизни вот поэтому я честно не совсем поняла как бы вот вот кто вот это да который вроде как против это те которые пришли свергать уже царя получается здесь в конце распутин уже как бы за закован да то есть его вы его же на него по несколько там покушение то что покушение было там его пытались и стрелять него там и травить и в итоге как под этом нашли уже утопленного ну как вот как немножечко разрознено у меня ощущение кстати трек к трек очень прям я говорю слушаешь вот ну очень мощь ну мы слушали этот альбом собственно да там что что уж еще и говорить а вот клип как будто немножечко я я бы я подрастерялся я не совсем поняла то есть как конкретизацию этот момент как бы не кидай когда все едят да с отсылкой на то чтобы что будет после да вот этот голод пойдет и урожай здесь пока как бы грубо говоря простой лют там да 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 я ваших говорю и там чё только с ним не делали и типа ничего не брала вот может быть это касательно то что вот это вся знать а верхушка вот пока простой лют там голодал или ну непонятно какие-то условия жил потому что потому что во время во время правления николай второй он он пинают даже да несколько раз уговорил готов не в курсе был вообще вот как живет страна что живет как о чем зачастую там если какие-то там волнения были когда война там да это русско-японская было он писал там не как ну он пытался не как так дипломатический правитель на все воля божья то есть он каким каких-то каких-то иллюзиях неких своих там жил странных моментов ну опять же это мнение одного то может быть не знаю вот здесь может быть этот момент показан грубо говоря пока верхушка жила естественно своей жизнью не тужила да объедаясь и вот и проводя какие-то вечера баллы да вот что простой люд был совсем в иных условиях мне кажется здесь рассуждать да можно нужно долго и много но не знаю может быть я загналась опять если кто-то знает более скажем так узкий вариант сюжета то напишите в комментариях потом а так он звучит как всегда красиво мощно